В Шемкенте прошла международная конференция, посвященная наследию Аль-Фараби. Ученые исследовали сотни трудов средневекового мыслителя, однако еще многое предстоит сделать, говорят собравшиеся. В мегаполисе скоро откроют библиотеку о Фараби и Ведении, где будут собраны уникальные материалы. Подробнее в следующем материале. В Шемкенте самая крупная библиотека сменила название. Теперь она носит имя великого ученого Аль-Фараби. В будущем здесь откроют исследовательский центр, где займутся изучением философии второго учителя. Город Шемкент уделяет большое внимание углубленному изучению наследия Аль-Фараби. В будущем планируем сделать библиотеку Фараби-Ведения, так как великий ученый начал искать знания в Атраре между Шемкентом и Туркестаном. Думаю, молодежи это будет интересно. Эти люди посвятили свою жизнь изучению наследия Аль-Фараби. На международную конференцию приехали доктор философских наук Абсатар Дербисали, академик Сатар Мажитов, а также известный ученый-профессор Гарифулай Исим. По ту сторону экрана их зарубежные коллеги. Они заинтересованы в совместных проектах по изучению творчества великого мыслителя. Я нашел идею Аль-Фараби у Абая. Очень был удивлен. Абу-Насыр, Аль-Фараби и Абай между ними ведь 9 веков. Но наследие, оставленное ими, не стареет. Оно актуально и сейчас. Ученые Аль-Фараби и Веды уверены, нужна единая база данных по научным материалам. Необходимо собрать воедино все многообразие информации об Аль-Фараби. Труды великого мыслителя, которые прочно вошли в летопись истории, намерены передать подрастающему поколению.